Стрелковый марафон В сердце, скажем так, город первого салюта, я сам еще выступал здесь в Орле на международных соревнованиях. Общее количество участников у нас здесь 306 человек, 36 спортсменов, 30 регионов здесь представлено, регионы начиная от Забайкальского края и заканчивая Калининградом, вся страна. Сначала пристрелка, а затем квалификация на Кубок страны. Дистанция по регламенту соревнований 18 метров. Всего в составе Орловской сборной 29 лучников. Все ставки на Кубки и последующих турнирах на нашу землячку. Многократную чемпионку страны Марию Виноградову. Хорошее настроение, сегодня квалификация, довольна в принципе своей стрельбой. Были конечно ошибки, но будем продолжать работать. Давление никого не чувствую, потому что стреляю расслабленно, просто занимаюсь своим делом и все. Лучшие после январского марафона получат путевку на мировой этап. Чемпионат мира примет Янгтон, Южная Дакота, что в США, в феврале 2018. Немалые шансы отправиться туда есть и у серебряной медалистки, участницы Олимпийских игр в Бразилии Ксении Перовой. Надежда сборной России оценивает организацию состязаний на европейском уровне. Сейчас у нас все на высшем уровне, мы максимально приближены к международным соревнованиям. То есть все у нас сейчас будет в этом году первый международный старт. Это очень здорово, меня это очень радует, потому что стрельба и звука действительно движутся вперед и развиваются, и делают все новые и новые для себя открытия. Помимо Кубка в январе Орел примет чемпионаты перенства, а также впервые на нашей земле состоятся международные состязания лучников, старт которых намечен на 14 января. Орловская гимнастка вошла в состав национальной сборной России. Информация о том, что Юлия Бравикова на днях пополнила ряды главной команды страны, появилась на официальном сайте Всероссийской Федерации Художественной Гимнастики. Место сборной дает право не только принимать участие в тренировочных сборах в стране и за рубежом. В первую очередь эта возможность выступает на чемпионатах Европы и мировых стартах. Напомню, в минувшем году Юлия Бравикова стала абсолютной чемпионкой универсиады в Тайбее. Также в копилке гимнастки медалей, этапов, гран-при и клубного чемпионата мира. Далее анонс спортивных событий на грядущие выходные. Итак, 13 января в Орле пройдет сразу несколько состязаний. Королева спорта легкая атлетика прикудет внимание болельщиков в Манеже. Спортивные баталии начнутся утром в субботу в 10.30. Далее можно посетить открытое первенство и чемпионат региона по боксу. Старт соревнований также в субботу в 13 часов в стенах училища Олимпийского резерва. Ожидаются участники со всей области и соседних регионов. Не менее зрелищными будут и соревнования грэплеров на уже воскресенье 14 января. Местом борьбы сильнейших станет юность России. Взявшим золото и серебро на региональном отборе светят места в сборной Орла и путевка на чемпионат СФО. На этом у меня все новости. Желаю вам хороших выходных.